Всем привет, с вами Артур и мы вновь продолжаем проходить второго Ведьмака. У нас, по-моему, пятая уже часть этого невероятного приключения. Узнал, что вот эта белизна вдалеке это нормально. Наверное, такой у нас рассвет или туман, но классно выглядит, очень классно. Так, может с этой тёткой, хотя она вообще никак не подсвечивается, так что вряд ли, но... Доброго дня. Ладно, тут очередь. Так, а мне вообще написано поговорить с купцом на пристани. Ну ладно. Вот жалко, я тут спрыгнуть не могу. Теперь мне надо искать какой-то обходной путь или по низу бежать. Ну, выкладывай. Приветствую тебя, Ведьмак. Я ещё одну формулу. И ты мог бы мне очень помочь. Я не травник. Я знаю, кто ты. Что мне придётся делать? Хм, у одного лавочника есть рецептик. Почему ты сам к нему не сходишь? Он торгует благовониями. Одно из них пользуется особенной популярностью. По-моему, то, что он продаёт, вредно. А рецепт мне нужен как доказательство. Этот мерзавец прознал о моих планах и бережёт рецепт пуще ока. Но ты, Ведьмак, знаешь разные способы. Посмотрю, что можно сделать. Что-то мне кажется, что не для того ему нужны эти благовония. Ну ладно. Синяя точка вот здесь. Она явно показывает на него. Или всё-таки вот этот под крышей. Ага, это значит торговец. Ну вот. Доспех Шиохала. Броня плюс восемь. Прочти такая же, как у меня. Но, в всяком случае. Но стоит шестой семистреорина. Так что... Я, можно сказать, сэкономил. Крепкий корт. Неплохой урон. Так. Чертежи. Может быть я могу ему что-то продать. Вот этот, по-моему, меч мне давали за... Ну... За сейвы. Так. Ну, весит он много. Ладно, продам этот меч. И два длинных. Они одинаковые. Стоит немного, но... Хотя бы избавлюсь от веса. Дублет специального отряда. Хоть он и легендарная вещь, но... Продам. Весит много. Хз. Так, это тоже продадим. 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 С зельями и маслами пока не буду расставаться. Ну, вообще... Это ж... Чё себе, это всё улучшение для меча. То есть, любым это можно обмазать, и он получит какие-то, видимо, свойства на время. Надо почитать, кстати, вот эти надписи. Может быть тут как в первом Ведьмаке просто прочтение. Добавляется знание об этом, и уже можно не носить и продать. Или просто исчезнет. Так, ключи ничего не весят. Ну, железное кольцо, как мусор. У меня семь железных колец. Неплохо. Инструмент. Мусор. Лохмотье. Мусор. Вот мне вот любопытно, нужен ли мне этот весь мусор. Ну, скорее всего, нет, но весит оно немного. Ладно, пока поношу. Так, ладно. Хрен с ним. Хватит. А я тут при чем? Рожу я тебе барана, что ли? Ну, мы всегда можем зарезать морейну. Хе-хе-хе. Пончик я бы съел. Помогите! За мной мусор не боится! Посмотрим по карте. Кстати, можно вернуться в трактир, посмотреть, может, там помимо Золтана и Лютика кто-то был. Ну, понажимаю на всех. Рад встрече! Что такое, герой? А, ну, это этот. Ты здесь, наверное, как рыба в воде. Городок в лесной глуши и постоянные атаки с Кейтаэлей. Флотзам это не просто глушь. Смотри. Тимерия, Редания, Кейдвен, Айдирн. Все крупные королевства севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзам. На границе Тимерии и Айдирна. А за болотами уже начинается Кейдвен. На самом краю долины Понтера. Флотзам втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзам. И каждый обязан считаться с Лоредой. Говорят, Хенсельд Кейдвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотзаме, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение. И убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются Скайтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Почему Лоредо так странно к тебе относится? Он же худый, бедно комендант Тимерского гарнизона. Если ты еще не заметил, синие полоски не слишком популярны в народе. Как и все, кто выполняет грязную работу. Но Лоредо все-таки солдат. В приграничные форты отправляют всякую шелупонь. Они только тем и занимаются, что выделываются перед местными вахлаками. Мы добрались до Флотзама, посмотрели на убийцу короля, восстановили против себя всех, кого только можно. Что дальше? Если убийца сейчас ходит с Йорвитом, нужно достать их обоих. Если ты собираешься ловить эльфов по лесам, в лучшем случае тебя ждет смерть. Давай заглянем к Лоредо, воспользуемся его приглашением. Он, конечно, тупой Педрилла, но это его территория, и он может нам пригодиться. Бывай, Роша. Ну, а что ты продаешь? Не густо. Ну, ладно. Не вздумай здесь драться. У нас тихое заведение. Конечно. Я за тобой присмотрю. А продает почти то же самое, что и трактирщик. О-о-о. Я так понимаю, ты хочешь поговорить. В чем дело? Расскажи, что там было с Фольтестом? Ты хочешь услышать версию, которая сюда еще не дошла? Король погиб при загадочных обстоятельствах, а у его тела схватили ведьмака Геральта с окровавленным мечом. Ты убил короля? Я никому не скажу. Я обещаю. Убийца сбежал. Я не успел его пригончить. Меня подставили. Ну и что же ты теперь будешь делать? Собираешься бегать кругами и бить всех подряд, пока виновный сам не угодит под меч? Нет нужды. Убийца сейчас в лесу вместе со Скайтаэлями. Он знает, что я здесь. Мы найдем друг друга. Геральт, умоляю тебя, ну не делай глупости. Не высовывайся. Если Лоредо узнает, что тебя подозревают в покушении. Ты давал Вернону рапорт о событиях во Флотзене. Было тут что-нибудь странное? В портеле у них прекрасные девушки. Рекомендую. Одна из них. Ты знаешь, что я имею в виду. Ну, обычный городишко. Порт, корчма, река смердит. Вот и все, что увидит обычный человек. Мы же, поэты, смотрим и в души людей. А с этим тут дело не чисто. Я видел, как кражу прикрывали именем закона. Стражники смеялись. Забирали товары и говорили, что наконец наведут здесь порядок. Еще я видел, как пьяные бандиты избивали эльфку. И никто не обращал на это внимания. Я понимаю, сейчас везде так, но здесь дело не в ненависти. Это не попытка найти виноватых. Во Флотзене людьми руководит холодный расчет. Они ищут любой повод, чтобы обогатиться. Мне нужна информация. Что-нибудь, что наведет меня на след убийцы королей. Я знаю только сплетни. Они тут ходят со дня смерти Димовенда. Люди готовы обвинить любого. Эльфов, Нильфгард, Ривию. Давай я попробую угадать. Еще в этом деле были замешаны зериканские алхимики и низушки. Смелая теория, но толпа выдает идеи поинтереснее. Знаешь что? Если честно, из всех последствий этого убийства меня больше всего беспокоит сумбур в головах у людей. Ты о чем? Это хаос. Люди не знают, что думать. Не знают, кто плохой, кто хороший. А времена сейчас нелегкие. Кто знает, что из этого выйдет? Ну, шпион. Что слышно в мире политики? О чем теперь поют поэты? У Айдирна большие неприятности. Хенсель с огромной армией стоит на берегу Понтера и может атаковать со дня на день. Ага. Давно не было войны. Он любит играть солдатиками, как все маленькие мальчики. Но в этот раз Каэдвену придется нелегко. Границы Айдирна охраняет Саския, убийца драконов. Это еще кто такая? Наемница? Крестьянка, самозванный генерал. Возглавляет что-то вроде добровольческой армии Айдирна. Женщины хватаются за мечи, барды лезут в политику. Что за времена? Лютик, ко мне приходят обрывки воспоминаний. И что же ты вспомнил? Собственную смерть. Твою смерть я видел своими глазами и не раз об этом рассказывал. Йеннифер отдала жизнь, чтобы тебя спасти. Я думал, ты вспомнил, что было потом. Как случилось, что ты здесь? Я тебя вижу, слышу, ты дышишь. Ты живешь, старина. Память только начала возвращаться. Я не помню всего. А, диалоги, конечно... Ух ты. Да, диалоги, конечно, бессмысленные, но мало ли что-нибудь узнаем. С виду ты сильный! Поборемся? Да, во-ро-во-е. На 15, конечно. Мышкой-то не просто надо привыкать. Но, по-моему, выиграет. Больно ты для меня силен. Держи свои деньги. Попробуй потягаться с Яношем жилой. О, Яно жила. Ну, давай сейчас попробуем. Сохранюсь только. Со мной не так-то легко справиться. Халявные денежки. Я представляю, что там в конце будет маленькая полосочка, и види по ней, даже не видя ее за этим кружком. Ты толстый, Миккель. Отлично. Здоровый ты, леший. Ну, так и я не из мелких. Попробуем? Глядите! Чудеса! Ну, какой-то он не больно сильный. Яйца в ее патиста! Тебе силы не занимать! Держи свои деньги. Есть тут еще один. До сих пор, почитай, никто у него не выигрывал. Кто? Бартоломей Баржа. Поищи его в деревне. Кругом воры и разбойники. Кувалда. Может быть, с кувалдой можно как-то по взаимодействию. Ты не сказал кто? Или просто пернул? Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. А недавно меня научили, как пророгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимирия. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роше меня хоть немного уважают. Я вспомнил погром в Ривии. Разъярённая толпа убивала нелюдей. И паренёк с вилами. Больше ничего? Смерть. Или очень близкое к ней состояние. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Ну и последний Золтан. Рад видеть тебя, Золтан. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать. Жизнь — говно. Шесть лет пашешь, как фолк. Слушаешь росскази старого Бригенрикса. Покупаешь кольца. А потом она рвёт помолвку. Я-то, дурь, кого ты разучивал? Ну и хер с ним. Что было, то прошло. Срать я хотел на Иудору, на кузницу в Новиграде и на всех Бригенриксов на фельд. Займусь лучшей торговлей. Ты слышал о таком Седрике? Я слышал? Да я с ним так нажрался в ту субботу. Еле до порога дополз. Где его искать? Целыми днями сидит на башне у бендюги. Смотрит в чай. Чудную, но голова крепкая. Спасибо. Что ты делаешь в этой пырловке? Сейчас шлифую камни для шалы де Тансерви. Работа сложная, но платят хорошо. Ты занялся украшениями? Да где это? Чародейка что-то там конструирует. Целыми днями глядит на это дело, как сорока в стекляшке. Да видно пока бестол. А как ты раз до того разозлилась, что хватило вазы об стенку? Темперамент у этих чародеек, я тебе скажу, исключительный. Есть здесь какой-нибудь хороший оружейник? Около стены есть кузнечка. Примитивная, старая, еще сопряжение сфер, небось, помнит. Но на мелкий ремонт там инструментов хватит. Если хочешь, можно и руны на оружие наложить, или доспехи улучшить. Только смотри, чтоб не выглядел потом, как лютик на открытии нового борделя. Как твои мускулы, Зултан? Мердые, как бычьи яйца. Борьба на руках, любимая забава краснолюдов. Надо будет как-нибудь поддегаться. А, можно попробовать прямо сейчас. Ну, покажи свои бычьи яйца. Бесплатненько, но ладно. Вечно она уходит направо. У тебя лапище, как тиски. Мне было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Доброго дня. Честно, как он пьет и говорить может в тот же момент. Ты кто такой? День добрый. Ух ты, сколько ж тут места еще. Ржавый нож, дубина, оружие Орина. Ты Орина. Лепестки белого мира-то ничего не весят. Возьму. Не самые удобные Собирательные тут штуки. То есть так пролистывать надо, Надо выбирать. Можно, конечно, все собирать, Но я думаю, на долго инвентаря опять же не хватит. Масло, кожа. Вот, например, если я хочу проверить другой ящик, Мне, наверное, надо взять это все, Чтобы навелось на другой ящик. Кайло, нет, спасибо. Весит много. Кусок дерева. Это возьми. Мало ли кому-нибудь дерево понадобится. Все двери открыты. Заходи, кто хочет. Бери, что хочет. О, вот и драки. Отлично. Если встретишь его, Делай вид, будто не видишь. А главное... Сейчас полностью туда смотримся и... Так его кожа... Кожу не хочу. Дратова. Нитки, наверное, какие-то, Но тоже не хочу. Оставить или забрать вещи. Мне любопытно тут, Как в первой части оставишь на хранение, А потом переправишься в какое-нибудь другое место, И все тут останется. Я не уверен. Опять предложите денюжек. Спасибо. Подкуп. Хочешь развлечься, Альбинос? Мне скучно. А, 27 ординов сразу рядышком. Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Что? Нет, вы злёбили. Хвала бы. Эй! Рад встрече. Похожу-ка пока, чё-то мне. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Что ты знаешь о коменданте? Мастер Лоредо замечательный человек. Взял нас под крылышко. Помогает нам. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в факторе заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Великолепно. Таких верных подданных ещё поискать. Так я коменданту и доложу. Хм. К чему мне громкая слава? Я женщина скромная. Своё место знаю. Лоредо наш предводитель. Живём мы хорошо и всё в порядке. Чё у тебя в шкатулочке? Ну, хорошо. Семь оренов. Заметки Гарвены. Окей, возьмём. Потом почитаем. Может, какие-нибудь полезные даже. Ладно, хватит с меня, сукна. Наверное, это ножи для метания, но я их не буду брать. Ладно. Хотя, подожди, сколько они весят? Весят. Да, весят. Точно не буду брать. Простое жерель весит немного. Возможно, продать удастся нормально. Слышала про новую позу, видьмак и стрыга? Мила! Деньги вперёд! Конечно, зайчик! Слышала, как убитый. Утром просыпается, а ты девственница. Да, большое местечко. Так, молот мне не нужен. Ингредиенты, конечно же, стоит брать, потому что они ничего не весят. И кусков дерева тоже возьмём. Мало ли. Хотя, вряд ли они кому-то нужны будут, но... Так, ну что, сохраниться и попробовать... Заплатить. Этого мне не понять. А, может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, ну, если он и к нему живёт, тогда не знаю, хочешь... Ну, ладно, сейчас попробуем. Любви Исис, красавчик. Ммм... Пусть будет сто. Ну, такое-такое... Порно для бедных. Сто аренов. Можно загрузиться и вернуть их. Если мне не дадут что-то за это... У меня здоровье отнялось от этого, это уж совсем... Нет. Секс меня убивает. Ну, полагаю... Эти сцены... Совершенно не отличаются друг от друга. Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. Нет, расскажи. Ведьмак-то тварь, нет. Кого я вижу? Ведьмак Геральт. Чем дело? Мой кузин из Вазимы рассказывал, что ты неплохо играешь в кости. Ну, играю. А если пройдёт весть, что появился хороший игрок, может подтянутся и другие, получше. Да и ставки подрастут. Вот если бы пришёл Эйнар Гуссель или Прожжённый, вот это мастера. Так что, играешь? Давайте, Сом сохранился недалеко, если что. Мы тут играем просто так, а вот Циндра вроде как мастер. Я с кем попало не играю. Покажи, на что ты способен. А там посмотрим. Мне всё равно, с кем. Я не очень. Осторожно, не уроните кости на доске. Какие доски? А, ну ладно, ладно, поехали. Один, один, четыре, четыре, два, 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 два. Как выбрать те, которые я хочу перекинуть? Перебросить. Например, вот эту. Перебросить. Вы выиграли, двадцать четыре. Отлично. Ты выиграл. Морду ему пей. Это я у тебя вывезу, да? Давай, давай. Мне похоже, я уже с ним играл. Три четвёрки. Нормально. Вроде бы. Ну, точнее. Хотя, может, это шестёрки. Пять и один. Не знаю. Ой, у него улетели. Сыграем? На самом деле, не очень весело в это играть. О, улетел. Один кубик сразу исчезает. Вот это печально. Он, похоже, выиграет. Да я все перекину, какая разница. Да, пятый кубик вообще исчезает на совсем. Ну, проиграл и проиграл. Ты проиграл. Ничего себе. Что? Сыграем в Косте. Выиграю этих двоих. Вот тогда я с тобой и сыграю. Вот и значит, какой я лучше пойду потерирусь. Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Борт закрыт. Так скука такая, аж в саду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев. Пей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Ну да. Смежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. И как? Посмотрим, какие тут боицы. А то в Костях только эти на удачу. Не пропусти слева. Ну скоро ты ляжешь там уже. В первом Ведьмаке кулачные бои были проще там. Заспамил и все. Тут следи за этими кнопочками. Попробую. Ну, ставки подымаются. Не сильно он. Сильнее. А, тесно, тройные комбинации будут. Не пропусти слева! Эй, мастер! Что такое? Хорошего бойца издалека, видать. Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голодьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют Король Зиги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Это ж екипоезия! Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Я готов. Мюнстери! Танцы начинаются! Курва! Подожди, пока он откроется! Ой! Ой-ой-ой! Что-то я не заметил кнопку из-за этих надписей. Типа задания. Ну, кстати, уровень, по-моему, получил. Не пропусти слева! Кстати, даже если первый пропускать, второй если делать, то все в порядке. Блин, вот это зеленое свечение напрягает. Вещь, как в конце происходит. Не хотел бы я быть твоим врагом. Поздравляю! Ты набил морды отъявленным забияком. Хорошая работа! Турнир окончен! Подожди, пока он откроется! И все, да? Что, брат? Тебе все мало? Твои? Это не турнир. На отставки назначат. И как? В другой. Не пропусти слева! То есть я могу с любым выбрать его из толпы и драться. Лишь судьба. Мы воистину согрешим. Ибо я не вижу больше смысла в той святыне, которой я поклонялся. Быть может, если боги пошлют тебе удачу, Я отдам ее тебе в награду. И тебе она пригодится больше, чем мне. Мы согрешили. Прости нас. Приветствую. Урод! Ну что, седой? Пограцуем! Ну что, вроде я... Со всеми тут поболтал. Или нет? Да, со всеми. Единственное, что меня волнует, стоит ли мне драться... Ой, играть в кости еще с этим, чтобы потом появилась... Появилась возможность сыграть с этим, что ли, да? Потому что кости я так не люблю в них играть. Ну ладно, вот сохранюсь. Один раз сыграю, если выиграю, то... Норм, если нет, то... Загружусь, и больше не буду играть в кости. Я всем путаю, они оба в красных шапках. Давай, давай. Где мои кости? Что? Перебросить кости? Но у меня нету костей, потому что они все улетели за стол, потому что непонятно... Иди к черту. Пошел в жопу. Отличная игра получилась. Не хочу играть в кости. Все, хватит. Мне хватит игр, борьбы на руках и кулачных боев. Плевать даже на деньги. Ладно, выходим отсюда. Тут она и говорит. Я тебя люблю, только не быть там вместе. Это еще почему, я спрашиваю, не быть? Да почему я дверь тебе налево? Так она говорит... Приветствую в моем скромном заведении. Мне нужен рецепт одного твоего благовония. У меня их тут больше двух сотен. Я имею в виду то, что лучше всех продается. Кое-кто готов щедро заплатить за один твой рецепт. Говорят, кое-какие твои благовония вредны для здоровья. Не может быть. Пока ни один клиент не жаловался. Рецепт не отдам. Знаешь, что можно сделать? Я дам тебе формулу очень похожего благовония. Ты получишь награду, а я сохраню свой секрет. Согласен. Подожди секунду. Вот, пожалуйста. Ну, нормально. Заодно и посмотрим, что же этот чувак ответит. А ты что стоишь тут? Ведьма Геральт по прозванию Белый Волк? Нет, я местный работяшка. Талер предупреждал, что у тебя острый язык. Тебя прислал Талер? Он самый. Мне сюда по делам нужно было съездить. Так он мне все капал на мозги, пока я не согласился передать тебе кое-что на словах и посылку в придачу. И что Талер хочет сказать? Слово в слово. Слушай, сука, во всем Роше, потому как он патриот, хоть и хер моржовый. Стервятники уже кружат над трупом Фольтоста, но я справляюсь. Достань этих пидоров и сам постарайся не сдохнуть. И этот, как его, подскриптум. В замке ты облажался. Давай, сверток. Бери. Одной заботой меньше. Ну какой из меня агент? Нервы никудышные, язык за зубами держать не умею. Ну, удачи тебе, а я дальше побегу. Дела. Ну, кстати, возможно, он мне дал посылку и это послание только потому, что я загрузил сейвы от первой части. Не факт, но может быть. Потом посмотрим, он-то, по-моему, какой-то мне дал вот зелье. Короче, рецептик, скорее всего. Ну как? Достал рецепт? Ну да. Да. Покажи. Держи. Великолепно. Но прежде чем ты получишь деньги, я хочу проверить в лаборатории, настоящий ли это рецепт. Прости, но я осторожный человек. Я тоже. Давай рецепт обратно. Ну ладно. Пойдём вместе. Я буду ждать тебя у ворот со стороны рынка. Хм. Любопытно. Любопытно. В какую я сторону сейчас бегу? Ага. Ага. Окей. Зачем мы таскаем это добро, если порт... М-да. Круги тут наворачиваются. Я жду, когда вечер, наступит ночь, что... Пока светло. Хм. Время не потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник. Живой ты стоишь больше. Ну, если будет надо, ты и мёртвым сгодишься. Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить. Брось меч и подними руки. Иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. Хе-хе-хе. Болван. С дурацким щитом. Такие крепенькие. Много здоровья. О, петух. Ненавижу их со щитами. О! Это мне нравится. Разыскная грамота. Ага, мать возьму. Беревочная лестница возьмём. Приятно. Приятно встретить каких-то тупых бандитов. А то 40 минут ходишь, болтаешь со всеми. Пойду квест закончу с этим. Дядечкой. Как ты, моя дорогая? Не думай, что творишь. Что происходит? А-а-а. Что с тобой не так? М-м-м. Ну ладно. Надеюсь, это не критично, что я тут со стражниками тут дерусь. на что соглашусь только посмотри мне надо меч убрать что я разошелся тут нет это не то как убрать меч как убрать меч гляньте на него сударь ефрейтор сразу видно он раскаялся хочет загладить вину и вернуться в общество ваша правда у меня рука случайно дернулась уже сюда прохвост не верю тебе нисколечко но в этот единственный последний раз помогу уйти от костлявой все понятно с вами твари чего не вы убить скатаяли грозу применили надеюсь я не помню просто где я сохранился возможно на меня просто сейчас те стражники напали что у меня возможный меч был в руках но да он у меня в руках сейчас я его уберу все должно быть в порядке но если нет то они месяца носка типа раскаялся бла-бла-бла опять же где ты был я ищу какого-то эльфа по имени сэдрик не ввязывайся в этом купцы обещают за убийство монстра хорошие деньги 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 не главное может быть но лишними они не бывают я ей не доверяю ши али почему она могущественная чародейка и быть ее врагом небезопасно а другом еще хуже я знаю что она тебе не нравится на то есть причины я просто предупреждаю спасибо попробую узнать у нее ну что я отправлюсь не на охоту но сперва надо найти сэдрика тогда пойдем к нему он на стражевой башни я вообще хотел с этим дядечкой поговорить ну ладно она хотя бы меня проведет на эту стражевую башню вот это возможно есть стражевая башня сам странно выглядит как штабик на деревья не стражевая башня имбарк уже почти год морель была бы рада такому дню сегирим радуйся и ты памятью о ней не изводи себя я пытаюсь я до сих пор не понимаю почему ее исчезновение породило столько ненависти не позволяй другим сэдхи отравить твою память ненавидят те кто пытается скрыть свое бессилие спасибо тебе сэдрик вафаэль вафаэль вам забавно сэдрик такой пошел куда-то туда я поговорил с трис и он опять стоит здесь ты хорошо а кто спрашивает геральт из ривии ведьмак и трис миригольд ты прекрасно пахнешь трис седрик смотри на меня чего ты хочешь геральт из ривии за что сражаются с каэтаэли ты о стариках которые мечтали вернуть было величие нашей расы или о молодых которые дерутся за жизнь и жаждут мести отряд йорви то это первые или вторые они считают что они независимые и что они действуют единственно возможным способом на деле они лишь тень былого величия аэнцейдхи они до конца цепляются за свою мечту до того мига когда меч или петля обрывает их жизнь или до тех пор когда они вдруг понимают правду это порой хуже смерти все-таки кто ты такой я предостерегаю людей от опасностей затаившихся в лесу а точнее я уже стар даже по эльфским меркам но этот лес гораздо старше я живу в нем много лет и просто понимаю его не могу этого объяснить иногда я ошибаюсь и тогда люди не возвращаются ты помогаешь людям я просто знаю можно выходить за ворота или нет пожалуй зайду когда ты протрезвеешь вы ведьмаки живете очень долго может и дождешься такого дня что случилось с эльфкой о которой вы говорили она пропала сегирин думает что ее забрал лес а ты морель просто исчезла почти год назад некоторые говорят что она была слишком красиво чтобы люди ее не тронули и ты веришь в это если нет никаких явных свидетельств я стараюсь доверять предчувствию она говорит что лес не забирал морель почему ты не скажешь об этом сиди риму это не имеет значения убили ее или она ушла сама чтобы никогда не возвращаться ни я не сиди рим не сможем этого изменить я хочу тут у вас поохотиться может дашь какой-нибудь совет я не ведьмак ставлю силки капканы пытаясь держать накеров подальше от бендюги вот и все меня интересует дичь покрупнее накеров старик кейрон неужто лореда наконец раскошелился слушай не мне тебя учить с какого конца за меч держаться вы ведьмаки дадите фору кому угодно но если у тебя есть деньги я тебе помогу и чем же соберу тебе капкан или ловушку чтобы обездвижить жертву и лимонок завести чудище в засаду что угодно если уж я могу добить накера попавшего в мою западню ты и подавно справишься я хочу заработать пару аренов тут никакой работы для ведьмака не найдется в этом лесу для ведьмака всегда найдется работа чудищ тут очень много впрочем в этом нет ничего удивительного ты знаешь почему они здесь собираются проклятые места всегда притягивают всякую гнусь тут на поляне в лесу раньше стоял дом в котором держали умалишенных в последнюю войну с нильфгардом его спалили дотла безумцы заживо сгорели в своих кельях а над развалинами с тех самых пор висит проклятие недавно двое смельчаков решили туда залезть ни один не вернулся расскажи побольше о самом доме это старая усадьба ее превратили в приют для скорбных разумом во время войны безумцев хватает и с каждым днем становится только больше жрец мерцей запер их там и заботился о них попробую отыскать тех двоих которые пропали в развалинах сумасшедшего дома если найдешь их думаю тебя щедро наградят они сами или их семьи попытка не пытка я собираюсь убить кейроны говорят ты можешь мне помочь смотря какая помощь тебе нужна мне нужны сведения надо было убивать его много лет назад а теперь теперь не знаю он такой огромный что с трудом в реке помещается у него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура раньше он жил на болотах притоки понтера это дикие места даже с каэта ели туда не заходит он недавно корабль утопил сходи посмотри что от него осталось может следы какие найдешь куда идти сначала на юг вглубь леса потом повернешь на восток и вернешься к реке там будет разрушенный мост аэн сейтхи под ним и лежит остров корабля спасибо сэдрик я буду ждать у острова корабля ты не слишком увлекаешься этими телепортами нет тоже на телепорте бы переправился по-быстрому так это этот чувак что-то говорил они просто похож на того которого я видел уже кусач так ну что хедриком поговорили пошел уже другой квест с этих как гнусное предложение так но это к этому понятно в когтях безумие что-то я не понимаю так но это выполнено пролог что я пропустил возвращение памяти но видимо это еще будут продолжаться квеста убийца королей тоже каэрон вопрос цены чародейка убийца королей это опять же продолжение этого квеста вот запах благовония вот этот класс мне надо поставим на него галочку и следующей части будем продолжать его выполнять она пока сделаем маленький перерыв чик это видео уже как раз часик длится ладно увидимся следующей части всем спасибо за просмотр удачи пока увидимся